Доходы от нового налога за сбор лекарственных трав, грибов и ягод будут тратить на воспроизведение дикорастущих растений, заявили представители Минэкологии на брифинге в Астане. По словам специалистов ведомства, если и дальше не взимать плату с травников и грибников, они могут истребить некоторые виды растений, представляющие коммерческий интерес. Новый налог жителям Казахстана придется уплачивать со следующего года в соответствии с принятыми поправками в кодекс. За какие именно растения будет сбор и каким будет размер платежа рассчитают депутаты Маслихата. Платить придется ежеквартально. Поправки не коснутся сельхозрастений и тех, что выращивают на личных подворьях. К слову, в Казахстане произрастает полторы тысячи видов лекарственных растений. 14 из них идут на экспорт. Кириндекс статистика директора Боинша. Росту объемов неконтролируемого сбора лекарственных растений способствует повышенный спрос на внешних рынках. По данным таможенной статистики, например, основными рынками сбыта казахстанского корня солодки являются Китай, Турция и США. В Китай с 2018 по 2021 годы вывезено около 40 тысяч тонн солодкового корня. Это значительно превышает рекомендуемые объемы. Закон позволит вести учет растительных ресурсов, а также давать экономическую оценку.